Всем привет, с вами Садерлинг, и сегодня я раскрою вам самые жуткие подробности вселенной злыдней. Все эти скримеры, пытки, жестокие эксперименты Флёга, изуродованные фотографии агентов, показанные нам в сериале. Это еще цветочки, ребята. Если вы не знаете об агентах, настоятельно рекомендую вам посмотреть сначала предыдущее видео по злыдням. Там весьма много интересной информации о потаенном сюжете этого сериала, сокрытого в шифрах. Это вам уже не просто веселенький мультик о смешных злодеях и их приключениях. Организация Блэкхэт – это чистейшее зло. Плёки деменции отворят просто ужасающие вещи, которых никак не ожидаешь от этих милых мордашек. А черный шляп – это просто сочетание всего самого худшего и страшного, о чем вы только слышали. Не представляю просто, каково героям противостоять им. Наверное, действительно, единственно верным решением было взломать компьютер организации Блэкхэт. Ты, прежде чем пытаться их обезвредить, выведать хоть какую-то информацию о её членах и попробовать выявить их слабые места. Но то, что сумели обнаружить агенты, наводит лишь ещё больший ужас. В седьмой записи из Подема с Байлар волшебник поделилась с нами одной весьма интересной статейкой. Увидев её в обычной газете или на каком-то сайте, она бы не привлекла вашего внимания. Ведь в ней говорится о том, что во всемирно известной фармацевтической компании Шиба скоро сменится генеральный директор. Аж с 1956 года эту должность занимал доктор Минато Паппета. И теперь этот пост займёт его сын, Юкито. А старичок сможет наконец отправиться в заслуженный отпуск и вернуть должок друзьям. Казалось бы, ничего связанного со злыдними, если только вы не обратите внимание на фотографию, где сокрыты детали, которые полностью преобразят эту статью в ваших глазах. На столе, стоящем в уголку кабинета доктора Паппета, можно заметить чёрный котелок с красной повязкой, подобный тому, что носит сам чёрный шляп. Цифры на книгах позади манекена образуют телефонный номер смерти из-за аниме «Пожиратель душ». Китайские иероглифы на плакате переводятся на русский как «Дьявол в чёрной шляпе». И даже логотип компании «Шиба» — это просто-напросто перевёрнутая шляпа. А значит, доктор Паппета является полноценным членом организации «Блэкхетт». Его компания стала всемирно известна лишь при содействии самого чёрного шляпы. Заслуженный отпуск — это смерть, друзья и бизнес-партнёры организации «Блэкхетт». А долги — это его душа, которую он продал взамен на успех «Шиба». И теперь пришло время её отдавать. Это говорит о том, что чёрный шляп далеко не просто злодей, который сражается там с героями, пытает людей и всё ненавидит, потому что он злый день и должен творить всё самое ужасное. Для него зло — это некое искусство, которое должно просочиться во все сферы. По его мнению, абсолютно все в этом мире должны постигнуть его идеологию и надеть на голову чёрную шляпу. А взамен вы получите всё, что только пожелаете. Главное — изначально правильно назначить цену за свою душу. Если вы думаете, что всемирно известная передовая кампания — это предел всех мечтаний, которые чёрный шляп способен воплотить в жизнь, вы глубоко ошибаетесь. В восьмой записи на Бадема с Байлара генты поделились с нами ещё одним весьма интересным изображением с кучей разных бумаг и флееров. И в журнале по центру можно увидеть отрывок из интервью с некой могущественной наследницей семейства Вальдом, которая при содействии организации Black Hat сумела завладеть тремя галактиками и на данный момент планирует захват ещё одной солнечной системы. Мировое господство — это не так уж и сложно, как об этом говорят. Да, верно, достаточно лишь заключить контракт с дьяволом и дело в шляпе. Вокруг этого журнала разбросаны различные путеводители. По Малаге, городе на юге Испании, Токио в Японии, города Атрена, которая станет местом действия пилотного эпизода злыней, и билеты из Токио в Атрена без имени и даты, что как бы намекает нам на то, что, возможно, сия особа в данный момент разгуливает по земле, ожидая, когда же эта планета перейдёт его владение. Если, конечно, все эти вещи и планы на отпуск принадлежат именно этой девушке, ведь не факт ещё, что эта фотография была сделана ею. Но если же всё это правда, только представьте, пока какие-то людишки пытаются взломать сайт организации и погибают ради выполнения сей миссии, захват земли для чёрного шляпа возможна лишь одна из миллиона мимолетных сделок. А агенты просто муравьишки, с которыми разве что поиграться можно, а то и вовсе не заметить и раздавить ненароком. Однако не всем злыним, сотрудничающим с организацией, везёт так же, как сей наследницей семейства Вальдом. Это Митауру, лишь начинающий свой путь неопытный злодей. Он попросил помощи у чёрного шляпа лишь в предоставлении оборудования, которое необходимо ему для создания вещества, способного наделить испытуемого невероятной сверхсилой. Однако он не понимал, во что ввязался, когда решил заключить контракт с организацией Блэк. Его печальную историю во всех подробностях раскрывая слитые агентами документы и статьи в четвёртой записи на под МС Байлар. Они на испанском и были раскиданы по страничке «Ноугаз в случайном порядке». Но я для вас всё перевёл и сумел сложить пазлы этой истории в одну цельную картину. Когда-то Митауру был обычным учителем по имени Димас Рендон Соллер. Он преподавал молекулярную биологию и хорошо разбирался в передовых биотехнологиях. У него была жена и четверо детишек, а ещё просто невероятная страсть к ориде. Именно потому в свой 36-й день рождения, 20 мая 2011 года, профессор Рендон Соллер отправился на Бампломаду в Сан-Фермин. Но там он совершил столь безрассудный поступок, которого никто от него совершенно не мог ожидать. Учитель вышел на арену и попытался голыми руками одолеть стадо и стабыков. И это решение чуть не стоило ему жизни. В тот же день он поступил в главную больницу Малаги со множеством переломов и сильным внутренним кровотечением. Однако, несмотря на столкновение сотни разъярённых быков, в Димасу каким-то чудом удалось выжить. Доктора, желая помочь пациенту поскорее оправиться после случившегося, взяли у него несколько анализов. Но в их результатах они обнаружили нечто невероятно странное. В крови профессора были найдены сочетания с ДНК боевых быков, а также компоненты, искусственно увеличивающие мышечную массу и скорость реакции. Всякие стероиды, креатин, белок, пищевые добавки, алланины и так далее. Судя по всему, увлечённый коридой и молекулярной биологией профессор проводил над собой эксперименты, которые позволили бы ему увеличить свои физические возможности. Выйдя на арену, Димас жаждал проверить результаты своих исследований. Однако, оказалось, что силы и скорости недостаточно, чтобы одолеть быков. Поэтому 22 мая профессор Эндон Соллер сделал новый рентген своей кости, которая, к слову, каким-то чудом либо же не была сломана, либо уже срослась. И поверх изображения он очертил механические протезы, которые помогут ему укрепить своё тело. Оно было слишком хрупким для полноценного использования такой огромной силы. Как только все кости срослись, и Димас смог уже встать на ноги, он принялся за изготовление новых препаратов и сплавов для укрепления всех частей своего тела. Однако, лаборатория университета не могла предоставить все необходимые ему компоненты для создания чего-то подобного. И 4 марта 2012 года профессор покидает должность преподавателя в университете Малаги. Затем, узнав о произошедшем, 15 мая на развод подаст и его жена, которая через суд отберёт у мужа детей и половину его имущества. Но к Димасу уже было всё равно, он был просто одержим своей идеей. Потому 24 августа профессор тайно проникает на территорию фармацевтической компании Барузи и крадёт оттуда необходимые ему препараты. Из-за чего сотрудники местных правоохранительных органов завели на него дело и сумели получить ордер на обыск его дома, где, скорее всего, и были впоследствии найдены все справки из больницы и другие документы. Осознавая, что он вне закона, профессор Эндон Соли рычит, где ему спрятаться от полиции и в отчаянии обращается за помощью к организации Блэкхэт, уже от имени Метаура. Профессор просит злыдней предоставить ему безопасное место, где его никто не побеспокоит, а также мощное оборудование, которое позволило бы ему завершить работу над желанным препаратом. Но также Димас уточнил, что у него нет достаточного количества денежных средств для оплаты услуг. Однако Метаура готов обговорить иные способы рассчитаться с ними. На что вскоре получил положительный ответ и стал полноценным членом организации Блэк. И уже через год показал отличные результаты своих злодеяний. 13 февраля 2013 года в газете появляется статья о неком человеке-быке, который был способен управлять сотни настоящих быков и натравил их всех на зрителей Кориды. В результате этого инцидента пострадало 457 человек, и еще 33 погибли. 17 марта 2013 года он без огнестрельного оружия голыми руками сумел ограбить банк. Ему даже пытался противостоять местный герой Эль Тореро. Однако Метаура насадил его на рога и навеки покончил с ним. 26 марта 2014 года Человек-бык вновь появился на публике и просто-напросто стащил с Кориды быка, заодно показав миру свой новый улучшенный металлический костюм. И знаете, с таким новым гигантским телом, как у него, ему теперь ни одна старая футболка не подойдет. Они просто порвутся на нем. И в такой ситуации ему бы определенно стоило заказать себе новую одежду со всемайкеру. Ведь здесь футболки, свишоты, толстовки, штаны и многое другое, вплоть до размера 7ХЛ, плюс еще и доставка в абсолютно любую точку мира. К тому же на всемайкеру все такое стильное, цветное, яркое, насыщенное, да еще и с любимыми персонажами мультиков. С такой одеждой ты определенно сможешь выделиться среди всех. Я вот взял себе такую клевую футболку и штаны с игровыми логотипами. Избавься от серых скучных вещей и наполни свою жизнь яркими красками, заказывая одежду со всемайкеру. А указав там промокод Soderling711, вы получите еще и скидку в 15%. Ссылочка в описании. Затем с 7 декабря 2017 года вместе со своими четвермя детьми бесследно исчезает Мария Рафео Дель Кармен, бывшая жена Демаса. В этот же день Метаура получает письмо от Флёга, в котором тот просит человека БК заехать в их учреждение в Хэтсвилле, чтобы рассказать на камеру о том, насколько же услуги организации были полезны в его становлении как злодея. Если же Метаура откажется от приглашения, его жена и дети более никогда не увидят солнечного света. И уже в третьем выпуске злодейского справочника мы видим, как профессор расхваливает организацию Блэхэт, а в конце записи с испуганным видом спрашивает. Теперь я могу видеть мою семью. Однако в деле о пропаже семьи Дель Кармен говорится о том, что прошло уже две недели с того момента, как их видели в последний раз. Их похищения и съемки выпуска происходили в один день, 7 декабря. Однако они пробыли в плену как минимум еще 14 дней с того момента, а то и намного больше. 23 июня 2018 года в газете появляется новая статья, которая сообщается о том, что Метаура бесследно исчез и не совершал налетов на город с прошлого года. Где он сейчас до сих пор неизвестен. Он появится на одном слайде в восьмом эпизоде злодейского справочника, а также на общей фотографии многих членов организации Блэхэт, которая была запрятана на кадр во время помех в промо-ролике об отпуске для непригодных прихвостней. Но об этих изображениях, скорее всего, были сделаны задолго до сего инцидента. И чем закончилась история с Метаура и его семьей, неизвестно до сих пор. Агенты завели дело на этого персонажа, у них даже есть его отпечатки пальцев. Однако, судя по предоставленным документам на под МСБ Лар, на этом моменте их расследование зашло в тупик. Такие же дела были заведены на флёго с деменцией. Они были доступны лишь на короткий срок, и перейти к ним можно было только по QR-коду, который выдавался на панели злыни на фестивале Пикселатул в Мексике в 2018 году. Сейчас этот QR-код отправит вас смотреть пилотную серию, однако раньше он ввел к секретной ссылке, где находились эти досье и еще несколько изображений. Деменция в народе известна как Эля Лебрихия и двигается столь быстро и скрытно, что большая часть людей вообще подвергает сомнению факта ее существования. Флёк, или же лучше сказать Мистер Флёкслис, совершил как минимум 82 602 преступления, среди которых подделка и кража личных данных, а также секретных документов, угон нескольких самолетов и их уничтожение, нарушение положения воздушного кодекса, производство расщепляющихся материалов, перевоз взрывчатых веществ, и это далеко не полный список, а лишь видимая его часть. 505 появился на свет, когда Флёк пытался создать чудище для Лорда Черного Шляпа. Монстр из него вышел никакой, конечно, однако сам ученый считает его идеальным организмом. Помимо всех известных особенностей, его кости разного цвета, а ночью у него автоматически активируется ночное зрение. На последней же фотографии изображена огромная золотая статуя Черного Шляпа, вокруг которой стоят люди в капюшонах и, по всей видимости, воскваляя своего властелина. Что здесь происходит, гораздо лучше меня вам расскажет Альдо Мальдонадо, молодой студент, который лично со всем этим столкнулся. Именно его аудиозаписями и зарисовками агенты поделились с нами в девятой вкладке на подемос Байлар. Голосовые заметки Альдо Мальдонадо. Мой друг Эдуард пригласил меня на мероприятие, которое пройдёт не весь где. Он сказал, что обо всем расскажет на месте встречи. Я в таком предвкушении, но очень боюсь, что что-то не так пойму. Это из-за моего не подвергать всей экспертизе. Но в этот раз постараюсь ничего не анализировать. Разве что, если любопытство взыграет. Честно говоря, я иду всего по двум причинам. Первая, я делаю Эдуарду одолжение. И вторая, как и обычно, я стал жертвой собственной пытливости. Ну, посмотрим, как всё пройдёт. В конце концов, думаю, там будет над чем поразмыслить. Заметки Альдо Мальдонадо. Сегодня суббота, 28 ноября 2015 года. Три дня назад, в среду, 25 ноября, я был на собрании своей новой группы. Эдуардо Геллер, 22 года, привёл меня в секту, в заброшенном здании бедного райончика на краю города. Они попросили меня никому не рассказывать о дислокации этого места, поскольку оно конфиденциально и раскрывается только лишь членом группы. На входе металлическая дверь и охранник, который попросил назвать пароль на неизвестном мне лингвистическом коде. Внутренний интерьер совершенно не соответствовал внешнему фасаду. Декорации и обшивка были выполнены в европейском стиле, наверное, 19 века викторианской эпохи. И среди всех этих элементов особенно выделялся символ высокой шляпы, который, по всей видимости, присваивается высшему сословию. Все собравшиеся здесь люди из разных социально-экономических классов, и все они разных возрастов. Затем в комнату вошел пожилой мужчина, встал напротив остальных и зовел монолог о неком господине, который исполнит все желания своих последователей. Он упомянул лично некоторых присутствующих, и заседание подошло к концу. Затем он удалился. Из того, что мне удалось наблюдать, можно сделать вывод, что этот господин, о котором говорил мужчина, может являться в некотором роде избранным. Или же кем-то несуществующим, или же каким-то магическим существом. Точно не знаю, но не могу исключать вероятности, что эти люди верят в некое высшее существо. И метод вербовки у них очень необычный. Этот мужчина заставил меня чувствовать себя неловко, когда во время речи внезапно раскрывал перед всеми адреса и какие-то личные вещи присутствующих. Не знаю, как он все это узнал, не знаю, может разведывался ранее, или же ему об этом всем рассказал сам господин. Но, в любом случае, сам факт того, что все это происходит подпольно еще больше подогревает мой интерес к этой септе. И я не могу перестать об этом думать. Кажется, за всем этим скрывается нечто гораздо большее. Голосовые заметки Альда Мальдонада. Сегодня, воскресенье, 29 ноября 2015 года. Прошла еще одна встреча, в еще более удаленном районе, чем в прошлый раз. И вновь дислокация конфиденциальна. Здание выглядело специфически. Оно все такое же заброшенное, только уже другое. Но вот внутренний интерьер в точности такой же, как и на прошлой локации. Различие лишь в том, что комната ресепшена в этот раз намного шире. Затем вас заведут в лифт, в котором лишь две кнопки. И он довезет вас прямиком в ту самую комнату, в которой пройдет собрание. В этот раз перед нами стояло уже шесть человек. На всех были шляпы, но лишь на одном из них та высокая шляпа. На остальных же были котелки, и эти люди были значительно моложе. Человек с прошлой встречи, он вновь завел разговор о выгоде, поклонении великому господину, и как же он исполнит любые желания его последователей. Один из юношей начал раздавать членам фески. И все присутствующие решали, стоит ли ее надеть сейчас, или же отложить этот момент на попозже. Когда заседание завершилось, нам предложили прикусить с сэндвичами и закусками. А затем всем было разрешено уйти, до тех пор, пока их не позовут на следующее собрание. Те, кто стоят во главе этой секты, похоже, весьма обеспеченные люди, и с вовлеченными их связывают экономические интересы. Но какой бы то ни было кровожадности у присутствующих замечено не было. И большая часть из них была завлечена сюда старшими членами. Шляпы имеют огромное значение и придают человеку авторитет. И мне кажется, это раздача шляп всем присутствующим. Они как бы вовлекают их в свою секту. Это же касается и меня. Но я не собираюсь надевать эту шляпу. Что-то меня очень настораживает во всем этом. Думаю, я скажу туда еще раз, чтобы разузнать, к чему это все приведет. Понедельник, 30 ноября 2015 года. Шляпа, которую мне выдали на прошлой встрече, появляется на том месте, куда я ее даже не клал. Она никогда не стоит на месте, и при этом никто ее не двигает. Я заметил, как возросло количество людей с шляпами. И на стенах множества зданий можно заметить изображение того самого символа шляпы. Рестораны, банки, театры, офисы, публичные места. Символ шляп на одежде. Его даже вырисовывают в виде граффити на стенах. На общественном транспорте тоже. Это символ во многих местах. И люди, которые носят шляпу, ведут себя очень любезно. Будто бы ничего необычного не происходит. С тех пор, как я узнал об этой секте, я стал повсюду замечать шляпы. Как на людях, так и в учреждениях, куда я хожу. И кажется, будто они все понимают, что я стал частью их группы. Мне будто бы открыли глаза на то, чего я раньше в упор не видел. Но ради чего? Почему именно сейчас? Эта группа просто какой-то новый уровень таинственности. Ужасающий. Шляпа, которую мне дали, очень меня беспокоит. Я живу один, и я не схожу с ума. Я знаю, куда я ее ожил. И то, что она исчезает с того места, это ненормально. А еще у меня такое чувство, будто кто-то следит за мной. Будто бы меня вечно пробирает озноб. И это не только, когда я выхожу из дому. Даже когда думаю или болтаю с кем-то. Я схожу туда еще раз. Лишь раз. Позадаю вопрос, закончу свой отчет и свалю оттуда. Не понимаю, чего Эдуарда продолжает туда ходить. Я не знаю, происходит ли с ним то же, что и со мной, и успел ли он уже к этому привыкнуть, не знаю, не знаю. Но я больше терпеть это не хочу. Первое декабря и двадцать утра. Я долго не мог уснуть из-за того, что сегодня со мной происходило. Но когда я проснулся и вышел на кухню, чтобы налить себе стаканчик воды, я четко увидел темную фигуру. Очень высокую и с этой чертовой шляпой. Оно стояло в углу прямо напротив меня. Оно было у меня дома. Оно было там. Затем зазвонил телефон, я отвлекся, и оно внезапно исчезло. Просто пропало. Когда я взял трубку, заговорил Эдуарда. Он сказал, что была назначена встреча. Не могу перестать думать о том, что видел. Что ж, ладно. Это последний раз. Покончу с этим раз и навсегда. На этом все. Господин управляет этим миром со своей промышленной башни. Дым, который вырисовывает его образ в небе. Он словно художник, который разрывает собственные холсты ради просветления и выпускает наружу краски, словно когти. Отец все преступностей и монстров, которые подчиняются только лишь ему. Господину. Господину. Именно он был одарен всеобъемлющими знаниями и столь ярко-черными глазами, которые отражают само солнце, словно барьер, ограждающий тьму и порядок. И страх. Хаос. Одаренный лыко-ящерки, он будто ангел. Существуя из совершенной и абсолютной тьмы. И почему я раньше не мог этого понять? Связанный светом. Искушенный. Теперь я понимаю, почему мои братья и сестры были столь удержимы этими драгоценными знаниями ради получения вознаграждения. А я столь эгоистично отказывался их принимать. Но теперь нет. Теперь нет. Благодаря своему истинному и абсолютному могуществу господин сумел показать мне путь к материальной мудрости. Господин. Господин наш опекун, который следит за нами сверху и направляет на желанный путь, помогая нам достигнуть экстаза. И это в обмен... Самопожертвование. Но это малая цена в сравнении с теми благами, которыми я дарил нас замен господин. Право служить ему. И дальше жить в этом мире. Столь великодушно. Столь безупречно. Однако... Однако господину не так уж легко угодить. Нет, 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 нет. Господин наблюдает за вами. И его блага будут дарованы лишь тем, кто готов и отдавать. Честь. Честь, которая была дарована именно мне. Радость, которая мне позволила довольствоваться. Ради господина. В этот момент мне очень хотелось выразить свою радость, вызванную событиями, которые вот-вот произойдут. Огромное счастье быть награжденным всей привилегией. Церемония уже скоро начнется, и я... Я стал тем избранным, который отдаст свою сущность ему. Господину. Самопожертвование – акт великолепия, ведь он дарует моей сущности полнейшую тьму. Эта привилегия несравнима с другими. И я и подумать не мог, что меня, столь... Молодого члена, среди всех в организации, Господину достоит такой чести! Среди всех он выбрал меня! Ваша щедрость, вы столь высоко оценили мою жизнь! Церемония состоится в ближайшее время, и я уже готов. Дошел до экстаза! С нетерпением жду момента, когда сумею порадовать Господина своей сущностью! А еще... Это одарит всех нас радостью! У меня просто ни слов! Радость! Радость! Незыблемо! Честь провалится во тьму! Гвозди с этой спетели раскроются доверие, ведущие к приросту! Раскроется! Безупречно! Нет сил больше ждать! Хочется поскорее улицезреть его лица и увидеть свое отражение в его томном, как муть взгляде! Мои братья и сестры станут свидетелями моего благородства, моего счастья! А еще мои братья и сестры, я это понимаю, наверное, завидуют! Зависть так и льется из моих братьев и сестер, поскольку их не избрал Господин! Не им даровал сию привилегию! И момент, когда счастье проносится по всем страничкам твоего прошлого! Но меня это не волнует! Для меня важно лишь то, что Господин заполучит меня! Могу ли я преподнести ему свое скромное подношение и надеяться получить взамен благосостояние? Радость! Экстаз! Обряд посвящения! Вы же это слышите? Ритуал начался! Наконец пришло мое время! Господин, наконец, передо мной! Время пришло! Господин зовет меня, я его слышу, он зовет меня! Я должен найти, должен порадовать его! Я обязан носить, любить и принимать все блага, всю магию, которая исходит от шляпы! Более никаких записей он не оставлял. Учитывая, как он описывал все с ним происходящее, можно было бы предположить, что он отдал черному шляпу жизнь. Однако документы, которые агенты выложили с этими аудиозаписями, говорят об обратном. Во-первых, это студенческое удостоверение, которое действует лишь в течение двух семестров, но истекает в феврале 2018 года. Даже если один семестр длится целый год, его выдали Альдо как минимум в 2016 году. А события, о которых паренек нам рассказывал, происходили в конце 2015-го. Особое внимание стоит обратить на название университета. Абраксас. Это имя космологического существа из гностической мифологии, чей примерный образ является логотипом данного университета. Абраксас одновременно бог и демон, верховный глава небес и ионов, выражающий идеи высшего единства добрых и злых начал в человеческой душе. Вряд ли университет, названный в честь подобного существа, доступен для обычных людей. Если вы подумали о том, почему же он не поступил в институт организации Blackhead, то он только для злодеев. А Альдо же обычный культист, решивший посвятить всю свою жизнь служению черному шляпу. Последняя фотография на страничке говорит о том, что он стал выпускником университета Абраксаса. А это, судя по студенческому, могло произойти не раньше 2018-го года. Удивителен лишь тот факт, что после промывки мозгов черным шляпам сам Альдо ни на одной из фотографий не носит черную шляпу. И из-за этого как-то можно было бы, конечно, предположить, что студический диплом этого университета парень получил еще до посещения секты, если бы только не этот билет. 10 марта неуказанного года Альдо Мальдоната должен был полететь из Сингапура в Мехико. И в уголку этого билета находится еще один QR-код. Сейчас он перенаправит вас на пилотную серию, но когда агенты только-только опубликовали все эти документы, этот код и ввел к одной аудиозаписи. Они пропели, используя шляпу, говоря о том, чтобы в аэропорту Альдо ее надел. Видимо, это дает какие-то привилегии членам организации Блэккетт. А значит, на момент полета парень уже состоял в секте. Тогда самопожертвование, о котором говорит Альдо, это все же не смерть, а полное подчинение черному шляпу. Он стал его марионеткой, у которой не будет ни желаний, ни собственной свободы действий. Однако, меня все еще смущает одна малюсенькая деталь во всей этой истории. В начале 2, 3, 4 и 5 аудио Альдо Мальдонадо четко называет год и дату записи своего голосового отчета. На листе, который целиком и полностью был разрисован шляпами, также указан декабрь 2015 года. Однако, на самой первой страничке, по какой-то причине, написана дата 25 ноября 2018 года. Тот же день и тот же месяц, когда Альдо Мальдонадо впервые попал в секту. Однако, год неверный. Также, стоит обратить внимание, что даты, указанные ниже список задач, были написаны красной ручкой и совершенно иным почерком. Если вы приглядитесь и сравните буквы в записи Альдо с буквами в этом списке, вы увидите, что они были написаны разными людьми. Более того, той же красной ручкой некто перерисовал новые детали на эскиз конференц-зала. А значит, некто добрался до записи Альдо раньше агентов и сумел их аккуратно немножечко подправить, чтобы сбить на столку. Вопрос лишь в том, чего же их не сожгли. Ведь информация здесь и без этого предостаточно. Из заметок парня, к примеру, стало известно, что черная феска – ниши ран в культе черного шляпа. Котелок средний, а цилиндру удостаиваются лишь лучшие из лучших. А в тот момент, когда Альдо рассказывал о том, как он посреди ночи увидел черного шляпа, который через мгновение исчез, на заднем плане можно услышать реверснутую фразу. Если ее промотать задом наперед и перевести на русский язык, можно услышать, как сам черный шляп говорит «Я все еще здесь». И единственное, что помогало парню перестать чувствовать озноб и страх от всего произошедшего – это шляпы. Рисовать их. Рисовать везде и постоянно, чтобы впоследствии самому такую же надеть. Судя по тому, что Альдо Мальдонадо нам рассказал, черный шляп уже повсюду. Обычные люди этого даже не подозревают, ведь никто не станет обращать внимание на чрезмерное количество черных шляп в округе. Однако Шиба – не единственная компания, которая находится под влиянием организации Блэка. Рестораны, банки, театры, офисы, публичные места – уже множество людей по всему миру не были способны танцевать на момент 2015 года. А агенты начали свое расследование аж в 2017. И неизвестно, какова сейчас ситуация во вселенной злыдней. Черный шляп обретает все больше влияния в этом мире. На него работают самые опасные и гениальные злодеи. С ним сотрудничают самые крупные компании. А теперь в его руках находится еще и мощнейшее оружие в галактике. Ведь в самом конце короткометражки прозлабно цвет меж помех, на кадр мелькая статья о некой перчатке Короля Вазука. Это одно из самых могущественных орудий последнего столетия, которое способно превратить своего владельца в человека-армию. Перчатка Короля Вазука столь опасна, что властям и сотрудникам службы безопасности пришлось запрятать перчатку в неизвестное место, дабы не дать никому ею воспользоваться. Ни героем, ни злодеем. Ведь некоторые личности уже выказали заинтересованность в приобретении перчатки и пытались ее украсть. На момент 10 февраля 2018 года ее привозили на новое место в сопровождении героя Джастина Кейса, который пообещал охранять перчатку от злодеев в течение ее транспортировки. И уже в следующей короткометражке Деменция проникает в невероятно охраняемое здание, подрывает его и выносит от дуда ту самую перчатку Короля Вазука. Все ее мощь нам не довелось увидеть, однако тот самый упоминаемый ранее герой Джастин Кейс, по всей видимости, не миновал встречи с Деменцией. Ведь в длиннющих титрах второго выпуска злодейского справочника среди перечисляемых героев, пострадавших в течение производства, был указан тот самый Джастин Кейс. Выпуски злодейского справочника, по всей видимости, снимали с организации уже после 10 февраля 2018 года. Ведь в четвертом эпизоде о Таунсвилле в длиннющем чеке покупок Моджо Джоджо указана дата аж 19 ноября 2018 года. Злыдни везде и повсюду. Множество людей по всему миру сотрудничают с организацией Black. Многие компании под ее началом. Все сильнейшие орудия и артефакты в их распоряжении. И людей, надевших на голову черную шляпу, с каждым днем становится все больше и больше. Скорее выбирайте, на чьей стороне вы, иначе этот выбор сделают за вас. На этом сегодня все. Давайте наберем на этом ролике 30 тысяч лайков, и тогда я выпущу следующее видео о секретах злодей. Ведь это еще далеко не конец всех тайн, сокрытых в данном мультсериале. Вы очень круто поддержали предыдущий выпуск. Только благодаря тому, что вы наставили ему аж 50 тысяч лайков, он попал в рекомендованные и набрал аж 500 тысяч просмотров за столь короткий срок. И это просто отлично. Ведь чем больше об этом мультике будут говорить, больше роликов о нем снимать, делать реакции, рисовать арты, тем больше бюджет на поддержание данного проекта выделит карту Network своему начинающему анимационному подразделению в Латинской Америке, где и создается этот мульт. И тогда серий будет намного больше, и выходить они будут чаще, чем раз в год. Ну а с вами был Содерлинг. Надеюсь, все из вас еще могут танцевать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, и пока.